Здравствуйте, дорогие дамы и господа, с вами Кабан25. Сегодня я вам расскажу, как снять видеопрезентацию с вашего экрана монитора. В первой части ролика я рассказывал, как снять с помощью сайта SkinCast of Matic. Сегодня я, конечно же, снимаю через него, но рассказывать буду о программе, которая называется Кам Студия. Очень популярная программа, через неё записывают большинство видео уроков. Она снимает очень качественно и, главное, весит не очень много по объёму. Когда вы запустили данную программу, у вас высвечивается окно, то есть всплывает, то он вам предлагает записать экран, то есть записать видео с вашего экрана монитора, включая голос. Записать ИИЧ, то есть записать только вашу ИИЧ, то есть как просто в микрофон будете говорить. Записать провод-провод, то есть ваша презентация. И импорт файлов, то есть это уже готовый продукт. Мы закроем пока данное окно и зайдём в Recon2Screen. Как вы видите, загрузилась данная программа, вышло такое окно, которое предоставляет нам записывать встречу, записывать без. Вот этот ползунок регулирует громкость. У меня громкость почему-то не работает, но мой ролик сейчас записывается, поэтому, наверное, совместимость не идёт. Поэтому вы выбираете весь экран, если вам нужна какая-то определённая часть, можете выбрать весь экран, а здесь уже взять какую-то определённую область. В принципе, можно и так. Сейчас вы можете нажать, допустим, REC, чтобы пошла запись. Можете включить видео, можете нет. Нажимаем REC. Он нам предоставляет такое окошко, которое говорит, через сколько минут будет включено, то есть через сколько секунд будет включено наше вещание. Итак, чтобы нам что-то сделать, чтобы приостановить, точнее, запись, нам нужно нажать F10. Но, если вы работаете на обычном компьютере, то есть какой-то у вас отдельный, то нажимаете F10. Но если вы работаете на ноутбуке, то вам надо будет нажать FN F10, так как F10 будет управлять кнопкой регулировки громкости, скорее всего. Поэтому я нажимаю FN F10. Но пока можно не нажимать, можно просто походить так вот по интернету, побегать, как говорят. Просто было видно, что запись идет, в принципе. Все, теперь можно нажать FN F10. Я нажал. Смотрим. Как видите, и слышите, идет только сам звук. То есть моего голоса нет, но, скажите, просто не работает. Что нам лучше сделать? Так как программа иногда, я говорю, дает сборы, я все-таки вам советовал создавать проекты, которые вы потом всегда сможете занести в программу. Итак, создадим продукт. То есть вы зайдете в продукт. То есть создание вот камрек, это такое имя. Ну и давайте его забьем на диск C, давайте. Нажмем сохранить. Написано, что у вас нет разрешения для сохранения на этом месте. Давайте зайдем в мою специальную папку и нажмем здесь сохранить. Все, наш ролик сохранен. Точнее, не ролик, а наш, ну как это правильно сказать, сохранен наш продукт. Теперь, после того, как мы нажали сохранить, у нас всплывает такое окно, которое предоставляет, как нам сохранить. Я бы советовал все-таки пользователям настройки проекта, как это более выгодно для вас. Но если вы что-то боитесь, что у вас что-то не получится, просто заходите туда, куда вы сохранили данный файл. Вот у меня, вот первый документ, точнее первый проект, загружаем его. И, конечно же, его надо поместить на шкалу времени. Вот здесь он пишет, в каком разрешении брать. Всегда берите самое большое. Ну, в данном случае это, вот здесь почему-то его нету, но здесь должно стоять, ну, 1280, давайте, это самое большое в данном случае. Нажмем да. Все. А теперь нам нужно сохранить данный файл. Нажмем Product and Shared. Здесь выбираем пользовательские настройки. Нажимаем Далее. Здесь он выбирает, в каком формате вы уже сохраняете. Сохраняете в AVI или в MP4, ну, или Fly. Я в AVI всегда сохраняю. Здесь вы можете ничего не трогать. Здесь тоже ничего не трогать. А вот здесь добавить водяной знак, то есть тот знак, который будет у вас висеть. Вот, вот, допустим, давайте возьмем непрозрачность, ну, и масштаб вот такой вот. Но в данном случае я все-таки, наверное, ну, давайте такой значок сделаем, ну, давайте вот здесь вот сделаем. Нажмем да. Нажмем Далее. Далее. И вот он предлагает нам, куда сохранить данный файл. Я его сохраню к себе вот сюда, давайте. Сохраним, ну, и назовем его, ну, не знаю, Видеокузд. Давайте. И нажмем. Готово. Все, пошла обработка. Я прервусь, но когда обработка закончится, я, конечно же, возвращусь на данный файл. Нет, скорее всего, прерваться не буду. Мы просто вместе с вами подождем. Пока прекратится закат. Так как, если у вас ролик большой, то, конечно, обработка будет идти дольше. Если у вас маленький, вот как у меня, вы видите, что обработка идет слишком быстро. Ну, идем пока полностью. Перекодируется файл. Все, файл сконвертировался. Теперь он нам предлагает то, что у вас все осознано, и нажимаем Да. Лучше удалять проекты. И здесь тоже удаляем. Нажимаем файл. Выход. Не сохранять. Теперь заходим. Все для кабана. И видим. Я почему-то... Вот видеокурс. И вот он нам создал папочку видеокурс. И дал нам роль. Как вы видите, весь там высокость мегабайт. Но если вас не устраивает... Видите, ему что-то не нравится. Но даже если вы боитесь, что ваш отнесло, вот не знаю почему, давайте повторим тогда. Не знаю почему, он должен в принципе давать. Давайте зайдем обратно в камп-студию. Или вот почему я говорю, лучше сохранять проект. С проектом будет точно. Но почему-то здесь возникла ошибка. Давайте это... Не будем. Давайте бинамо, просто закинем данный проект. Сейчас закроем. Закинем данный проект. Очень странно. Всегда все работало. Убираем самое большое разрешение, которое у нас присутствует. Продукт. Пользуюсь в сельские настройки. Далее. Ави. Далее. Далее. Водяной знак убираем. Давайте вот в C. Давайте посмотрим. Только честно, я не знаю, куда он сейчас отправится, наш файл. Вот я не могу сказать, я вот не посмотрел. Но все равно после того, как завершится конвертирование, он покажет, куда наш файл ушел. Давайте, наверное, подождем данный файл. Был бы это большой файл, я бы, конечно, записи остановил. Но, как как кодируется, все очень быстро. Смысло основывать. Как вы видите, он нам предоставил, что сохранит C. Все для клана 25, безымяр. Нажимаем D. И проверяем. Ну, вот все. Все произведено. Смотрим. Как вы видите, очень качественно, прям как будто мы смотрим только что сделанное видео. То есть, очень качественно, почему вот этот файл не открылся, не могу сказать. Давайте, по-моему, открыть, ищем дубовио. Ну, давайте, через проявители. Может, проявитель сможет открыть. Скажите, что с проблемой с данным роликом. А, нет, это просто что-то... Проблема... Извините. Проблема с данным плеером. Поэтому вот так можно сохранить данный файл. Если вам не нравится размер, то вы можете всегда перекодировать его в формат Фактория. Очень удобная программа. Как это сделать, ну, наверное, известно всем, как. Ну, давайте покажем все-таки, кто не знает. Заходим. Им все для плана 25. Берем наш видео. Закидываем, пишем AVI. Ну, и в какую бабочку. Нажимаем ОК, и пошла конвертирование. Пошло, точнее. Вот, благодаря таким несложным движениям, можно записать свой видео-кулс, который вы потом сможете разместить на Ютубе. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Дичков. Или если вы будете искать ВКонтакте или в Скайпе, я Кабан 25. До свидания.